В Ненецком округе прошли масштабные антитеррористические учения. Местом боевых операций в этот раз стала Тельвиска. Состояние стратегически важного объекта трассы Наринмар-Усинск под контролем. О том, как справляются с метелями на зимнике, узнала наша съемочная группа. Здравствуйте, Ань Тарова с главными событиями этого дня. С вами в студии Елена Семеновичева. Предотвратить террористические акты, ликвидировать группу захватчиков. Такая цель стояла перед оперативным штабом по противодействию терроризму в Ненецком округе в Тельвиске. Там провели антитеррористические учения, в которых были задействованы порядка 200 военнослужащих, сотрудников службы безопасности, полиции и спасателей. За ходом учений наблюдала наша съемочная группа. Группой неустановленных лиц совершен подрыв одного из объектов связи в селе Тельвиска. В результате взрыва на территории региона частично нарушена организация связи. Такова легенда очередных антитеррористических учений, которые прошли в Ненецком округе. В экстренном порядке приведена в полную боеготовность группировка сил и средств оперативного штаба по противодействию терроризму в Ненецком округе, который выступил координатором учений. В мероприятии было задействовано около 200 военнослужащих, сотрудников территориальных подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Согласно легенде, в Тельвиске в одном из частных домов укрылась группа злоумышленников, которая взяла в заложники жителей дома. В ходе ведения переговоров группа неизвестных назвалась представителями одной из международных террористических организаций. Они подтвердили факт захвата заложников и совершенный ими подрыв объекта связи, а также выдвинули неприемлемые требования политического характера под угрозой расстрела заложников. С учётом сложившейся обстановки оперативный штаб принимает решение организовать и провести контртеррористическую операцию. При попытке зайти в дом террористы оказали вооружённое сопротивление сотрудникам полиции. В результате обстрела двое полицейских ранены. Благодаря слаженной работе сотрудников штаба, группу террористов удалось нейтрализовать и освободить заложников. Также в ходе учений антитеррористической комиссии округа отработаны меры по оповещению населения об установлении в регионе различных уровней террористической опасности. Были рассмотрены вопросы по эвакуации населения из опасной зоны и иных вопросов по обеспечению безопасности жителей округа. Под руководством оперативного штаба в Ненецком округе отработаны совместные действия сотрудников правоохранительных органов с окружными и муниципальными учреждениями при проведении антитеррористических мероприятий. По итогам учений руководство мероприятия положительно оценило действия всех участников. Валентина Чибичек, Антон Водряков, телеканал «Север». Бушевавший на территории несколько дней метель не стала помехой в работе зимника. Несмотря на то, что в тундре Мелони на Шотку видимость составляла всего несколько метров, дорожники в оперативном порядке устраняли снежные заносы. Спустя сутки после того, как непогода сменилась крепкими морозами, на зимник отправилась наша съемочная группа, проехав от Нарьинмара до Усинска и обратно. Мария Владимирова расскажет о том, в каком состоянии находится дорога жизни. В нулевой километре или начало зимней автодороги Нарьинмарусинск. Отсюда с первого дорожно-ремонтного пункта начинается движение по бескрайней и полной сюрприза в тундре. Особенно после метели, бушевавшей несколько дней. Последствия стихии, начиная с нулевого километра, устраняет тяжелая техника. Первые несколько метров зимника идеальны. Дальше местами переметы. Ветер со снегом, порывы которого достигали до 20 метров в секунду, сделали свое дело. Метель на зимнике бушевала сутки назад. В воскресенье установилась уже морозная погода, безведренная и без снега. Несмотря на это, в непосредственной близости от первого ДРП множественные снежные переметы, которые с трудом преодолевают машины низкой посадки. Впрочем, ситуация оказалась небезнадежной. Спустя несколько километров встречаем так называемую гитару. Как раз в направлении снежных заносов. Дальше порядка 30 километров зимника до второго дорожно-ремонтного пункта преодолеваем без проблем. На ДРП идет повседневная работа. Здесь всегда готовы оказать помощь и приютить путешествующих по зимнику. В метель или мороз – неважно. В нескольких балках 16 мест для обогрева и отдыха. В кровати все, теплые балки, они постоянно обогреваются. И вот здесь 4 места. Итого 16 мест у нас в спальне. Как бы мы можем приютить людей в сильную метель, если они где-то там забуксовали, притащили его, например, до базы. И в любом моменте всегда можно спать здесь, отдохнуть, дождаться проезда. На случай оказания экстренной помощи ввиду отсутствия на зимнике сотовой связи здесь есть связь спутниковая. Часто приходится пользоваться? Ну вот, при мне два раза люди просили позвонить, запчасти было нужно привезти. И, соответственно, на связь вышли, и они связались, и им приехали запчасти. Вот всё. Дорожно-ремонтный пункт – это не только место отдыха водителей, но и база дорожной техники. Ежедневно на зимник отсюда выходят бульдозеры, гитары, водовозки и другие машины. Вот сейчас занимаемся проливкой заносов, гитары, кировцы с гитарами раскатывают их, и проливаем большие заносы, проходим сейчас все с двух концов оттуда. Работает техника и работает с конца трассы. Это 55 километров наш участок, мы его содержим. Вот, всё, работает. Четыре кировца, пять водовозок в данный момент и четыре бульдозера. Одна за другой тяжёлая техника после 35-го километра буквально повсюду. С технологией обустройства зимника после метели решаем ознакомиться лично. Такие заграждения от снежных заносов три кировца осуществляют на протяжении 24 километров, 12 в одну сторону и столько же в другую. По самой дороге вновь встречаем несколько гитар. Там, где прошла техника, дорога ровная и практически гладкая, с небольшими кочками. Для выравнивания и укрепления дороги ведётся и непрерывная проливка водой. Всего на зимнике пять водозаборов. На реках Шапкинская, Лаевош, Лае и Трёх озёрах. Вот расскажите, как этот цикл у вас строится? Подъезжает машина и как дальше вода закачивается? Благодаря чему там какие-то помпы или что? Да, конечно, дизельная. Электропомпа стоит. Что она делает? Воду качает. Что ещё? И долго нужно время, чтобы машину одну водой закачала? Шесть минут. Работа на водозаборах ведётся в круглосуточном режиме. Машины сюда подъезжают одна за другой. В сутки после метели машины-водовозы на снежные заносы льёт до 500-600 кубов воды. А сколько в день у вас рейсов получается? Десять. По-разному. Десять, семь. Смотр, какое расстояние водить. После проливки зимника водой дорога буквально парит. Оазис в морозной тундре создаётся не для красоты, а для того, чтобы дорога была плотной и прослужила как минимум до апреля. Устранение заносов на зимнике – это целый технологический цикл. Сначала снежные перемёты убирают трактором, затем идёт проливка водой. Вот как мы видим в настоящий момент, водовозки поливают его водой. Пройдёт ещё немного времени, здесь пройдёт гитара, ещё чуть-чуть, и зимник станет твёрдым, как асфальт. На зимней автодороге после метели работает порядка 20 единиц техники. Благодаря этому дорога проходима для всех видов транспорта. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Местные овощеводы хотят увеличивать объёмы производства. Комбинат «Солнышко» не может увеличивать урожай из-за давней проблемы. О ней аграрии рассказали депутатам окружного собрания. Сохранить достойную заработную плату сельским учителям. Руководитель профильного департамента встретился с педагогами школы Великовисочного. Из зимы в лето депутаты окружного собрания посетили тепличный комбинат «Солнышко», чтобы узнать, как обстоят дела на предприятии и с какими проблемами на сегодняшний день приходится сталкиваться агрария. Особую обеспокоенность у них вызывает новая котельная, которая не позволяет увеличивать объёмы урожаев. Обо всём по порядку расскажет Ирина Нижалова. Чтобы лучше понять проблемы предприятия, иногда необходимо приехать на место, что, собственно, и сделали депутаты окружного собрания. Накануне они посетили тепличный комбинат «Солнышко». Одна из главных проблем, которая на сегодняшний день существует на предприятии – новая котельная, которая так и не была введена в эксплуатацию. По словам директора Ниницкой агропромышленной компании Анатолия Чудочина, котельная смонтирована, но в эксплуатацию не введена. Фактически она смонтирована, но её не запустили в работу в связи с тем, что нет второго топлива. Она не прошла бы экспертизу, её не принял Татаревич. Перед Новым годом пришлось нам буквально спасать эту котельную. Мы привезли туда электрокотёл, поставили. Работы по реконструкции котельной тепличного комбината «Солнышко» должны были завершиться ещё в прошлом году, но на календаре уже февраль 2017-го, а котельная так и не запущена. Чтобы не заморозить оборудование, в конце прошлого года предприятие вынуждено было закупить электрокотёл. Теперь к предприятию приходят огромные счета. Мы только спасаем этот электрокотел, мы это потеряем. То есть обогреваем? Она не разморозилась. Саму хотели? Саму хотели. Она должна греть, чтобы оборудование сохранить. У нас где-то 1150 электроэнергии. Лично 150 тысяч. По году, значит, понятно. Где-то миллионов в 10. Ну, летом, конечно, меньше будет. Летний период мы можем её и закрыть, когда будет прессовая температура. Сегодня, в мае месяце, нам всё равно придётся отапливать. Депутат Андрей Ружников назвал такое использование средств неэффективным. Предприятие вынуждено было закупить электрокотёл и отапливать. И это очень дорого. И теперь все счета выставляются стройзаказчику. И стройзаказчик оплачивает. Вот это и есть неэффективное использование средств. Из-за стройзаказчика не запустили котельную. Планировалось, что новая котельная позволит предприятию достроить большую теплицу и, как следствие, увеличить объём урожая. По словам Анатолия Чудочина, осенью за счёт собственных средств тепличный комбинат планирует перейти на новые технологии выращивания овощей и зелени. Грунт заменят на специальные маты. Таким образом, объём урожая увеличится на 20-30%. Ещё одна проблема, с которой сталкиваются аграрии – закупки. По словам руководителя тепличного комбината Галины Чебыкиной, раньше продукцию «Солнышко» закупали все детские сады и школы города. Сейчас ситуация поменялась в корне. Потому что, посмотрите на сегодня, бюджет как с нами работает. Два-три садика. Если раньше мы всё, весь детский сад, школы закрывали своими овощами, в этом году, не в этом году, а в последние годы. Два-три сада с нами работают, остальное всё на привозном. И мы слышим со стороны отзывы, какие огурцы, какие овощи им привозятся. Сейчас весь ассортимент овощей объединяют в один конкурс. Поскольку в теплицах «Солнышко» выращивают только огурцы, томаты и зелень, предприятие не может конкурировать с другими поставщиками. Вот и получается, что наш производитель остаётся не у дел. Анатолий Чудочин предложил вернуться к договорам, как это было раньше. Ещё один вопрос, который обсуждался в ходе визита парламентариев, – зарплата сотрудников тепличного комбината. Директор Нинецкой агропромышленной компании отметил, что её повышение возможно, если увеличится объём урожая. А это напрямую зависит и от новых площадей. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Не снижать качество образования в условиях сельской школы и сохранить достойную оплату труда учителя. Об этом говорили педагоги школы Великого Височного на встрече с руководителем Департамента образования, культуры и спорта. Илья Иванкин посетил одну из самых крупных сельских школ и рассказал об особенностях новой системы оплаты труда работников образования. Первый и третий классы ходят на уроки физкультуры вместе. В двух группах обучаются всего семь человек. Нагрузку получают согласно возрасту. Старшие приседают 30 раз, младшие – 15. А вот в пионербол учатся играть вместе. Правда, две полноценные команды собрать не получается. Приходится играть неравными силами. Учитель физкультуры, а в недавнем прошлом директор школы Евгений Канев говорит, с каждым годом количество первоклассников уменьшается. Из-за этого классы приходится совмещать, что ведёт к снижению нагрузки. Так, совмещенные уроки физкультуры первого и третьего классов – минус три рабочих часа для учителя. Сегодня практически все педагоги работают на полторы ставки, чтобы получать приемлемую для села заработную плату. Но после введения новой системы оплаты труда сохранить прежний уровень не удаётся. Особенности новой системы оплаты труда стали главной темой на встрече с руководителем Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Илья Иванкин рассказал, что по новой системе оплаты труда работают уже все образовательные учреждения России. Ненецкий округ присоединился к регионам в числе последних. Вот у вас школа сельская, она малокомплектная. У вас ограниченное количество детей, меньше сотни, по-моему, у вас обучается. Понятно, что если школа является малокомплектной, то там зарплаты будут чуть ниже по сравнению с теми зарплатами, которые имеют городские школы. Потому что с этого года округ перешёл на нормативное душевое финансирование. Чем больше детей в школе, тем больше зарплаты педагогу. В ответ на разъяснение педагоги сетуют. Условия жизни сельского и городского учителя кардинально отличаются. Приходится каждый день топить печку, есть проблемы с питьевой водой. Дорога в Наринмар обходится в 3000 туда-обратно. Сегодня школа не испытывает проблем с кадрами. Учителя приезжают работать из Наринмара, Архангельска, Краснодара и Белгорода. И, как говорят сами учителя, многие останутся работать и при сниженных заработных платах. Чего, конечно, бы хотелось избежать. Илья Иванкин объяснил, сегодня финансовое положение округа таково, что средняя заработная плата снижается по всем отраслям. В том числе в органах государственной власти. А увеличивать заработную плату можно за счёт стимулирующих выплат. У вас практически весь стимулирующий фонд уходит на стажилы. Такого нет ни в одном субъекте Российской Федерации. Всё-таки надо стимулировать и повышение квалификации, надо каким-то образом поощрять молодых педагогов. Также на собрании озвучили давнюю проблему школы. Уже который год не выделяются средства на участие школьной команды в городских и окружных соревнованиях. В прошлом году Евгений Канев вывозил детей в Наринмар за свой счёт. Самостоятельно организовал проживание и питание. В этом году потянуть такие расходы уже не сможет. Но понимает, ребятам нужно оценить свой уровень на городской площадке. Илья Иванкин пообещал узнать о возможности выделить в школе средства на ближайшие соревнования. Они начнутся 20 марта. Сегодня отмечается Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. По всей стране сегодня прошли тысячи мероприятий. Так, в Югре стартовал диктант на языках малочисленных народов Севера. Жители Омска отметили этнографический праздник Содружества национальных литератур. В Удмуртии знатоки родного языка сразились в игре поэтика слова. А в Наринмаре прошла акция «Говорим по-ненецки». Нина Баркулёва и Фаина Литкова, носительницы ненецкого языка, дают мастер-класс «Говорим по-ненецки» прямо в рейсовом автобусе, следующего по маршруту на Наринмар Искателей. За несколько остановок кто-то из пассажиров смог выучить пару ненецких слов, а кто-то успел спеть национальную песню. Нашли среди пассажиров и настоящие знатоки родного языка. Один из них – Павел Вылка. А что вы сейчас сказали? Он говорит, что это… хожу в городе и мало встречаю говорящего. Будешь идти по городу, и ни одного человека, я спорю с ним, я думаю, есть у нас. А вы хорошо знаете язык, да? У меня родители оленеводы были, да. Мы в детстве… там в Туннере выросли, и мы же. Чтобы таких, говорящих на своем родном языке, как Павел Вылка, было больше и есть главная цель сегодняшней акции «Говорим по-ненецки». Сегодня, когда у нас на ненецком языке говорит только старшее поколение, мы бы хотели привлечь внимание всей общественности, в первую очередь молодёжи, детей. Действительно, и это большая проблема. Сейчас, по словам организаторов акции, нужно объединить свои усилия в сохранении исчезающего ненецкого языка, который занесён в Красную книгу ЮНЕСКО и Красную книгу языков народов России. Ведь Международный день родного языка – это не только когда вспоминать свой родной язык, но и проявлять солидарность, взаимопонимание, терпимость к тем народам, которые живут рядом с нами. А каждому народу долген был, у каждого народа долген был свой народный язык. Если запрещать какой-то язык, это унижение другого, искорбление другого народа. На каком-то языке, где родился, там и пригодился, как говорится. Вот и сегодня, в самом сердце города и на самой оживлённой улице Наринмара, улице Смедовича, представители разных народов – русские, коми, татары, украинцы – прочитали на ненецком языке одно из стихотворений. Нашего общего писателя и поэта Прокопия Явтысова. Харн вадин, нэрн мерча, нидонаха, ханангу. Ялубортна, венанга. Мятунге, мунуга, ясабарга, венанга. Понимня, нэхарна, ялумдане, есэнга. Любовь Фирмякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Увидеть новости вы можете также и на нашем сайте адрес трксевер.ру. Далее смотрите прогноз погоды, лакомбой и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok